Доброе утро, друзья! Это «Безопасные финансы». Меня зовут Александр Веретельник, и здесь я рассказываю и показываю самое интересное, что касается финансов. Очень коротко, иногда субъективно, но, надеюсь, это поможет вам узнать что-то новое или просто дополнить ваше представление об уже известных вещах и явлениях. Иногда бывает, что некоторые понятия из области финансов кажутся какими-то заумными, и задаешь себе вопрос «А зачем этим забивать голову? Это все высшая материя и слишком далеко от меня. Поближе к земле надо». Вот одно из таких понятий – ключевая ставка банка или ставка рефинансирования, или учетная ставка Центрального банка, а также денежно-кредитная политика. Итак, давайте разберемся. Денежно-кредитная политика – это цепочка последовательных действий на валютном и денежном рынке, от которой зависит, какой будет инфляция, какой курс национальной валюты по отношению к другим валютам, и что будет с экономикой вообще. Она будет падать или находиться в подвешенном состоянии. У нас за это в основном отвечает Центральный банк. Мы с вами каждый день ходим в магазины, планируем отпуск, задумываемся о покупке разных дорогих вещей – квартир, машин, дач и так далее. А в основе всего этого лежат, конечно же, деньги, а точнее рубль. Если он укрепился, у нас появилось больше возможностей что-то приобрести, съездить, отдохнуть и тому подобное. Если наоборот, то наши возможности, увы, уменьшаются. Вот и ответьте теперь на вопрос, высокие это материи или нет. Один из главных инструментов этой самой денежно-кредитной политики как раз и есть ключевая ставка или ставка рефинансирования Центрального банка. Если кратко, то ключевая ставка – это процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Именно от нее зависит, дорогие или дешевые будут деньги. Она сильно влияет и на инфляцию. Если Центральный банк поднимает ставку, то деньги становятся дороже, кредиты менее доступны, цены начинают расти. Надо понимать, что высокий процент по кредитам оплачивает не предприниматель, а мы с вами, покупая по более высокой цене. Правда, справедливости ради скажу, что не все предприниматели сразу стремятся повышать цены. Некоторые из них, чтобы удержать клиента, даже в этих условиях стараются держать цену. Для этого им приходится быть очень гибкими, уменьшать свои издержки за счет отказа от лишних активов, переходить на более дешевые материалы, комплектующие и, к сожалению, иногда сокращать работников. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. А пока скажу просто. Нам с вами надо знать – ключевая ставка влияет на проценты по кредитам и вкладам и на цены в магазинах. Да, чуть не забыл. Сегодня учетная ставка Центрального банка составляет 5,5%. Поэтому, когда мы удивляемся, почему у нас кредиты не 2-3%, как там, на Западе, надо понимать, что сегодня это невозможно. Если коммерческий банк берет, например, под 6%, под 2-3% он не даст вам кредит. Кто-то из вас спросит, а зачем мне эти посредники в виде банков? Я бы взял кредит сразу в Центральном банке. Увы, друзья, это невозможно. Центральный банк не работает с населением напрямую, а выдает кредиты только коммерческим банкам. А он себе в убыток ничего делать не будет. Вообще, надо для себя понять, что коммерческий банк – это неблаготворительная организация. И просто так он ничего делать не будет. Но это не означает, что все банки плохие. Просто это их заработок. Мы хотим решить свои проблемы при нехватке средств, а банк, конечно, заработает. В какой-то точке и банк, и мы достигаем компромисса. И всем хорошо. Понимание этого простого правила как-то отрезвляет, когда сопоставляешь свои желания и возможности. Но я вижу с вашей стороны и другой вопрос. А почему не сделать учетную ставку, ну, например, 1%? И кредиты дешевые будут, и вообще? Вы знаете, опыт других стран показывает, что во всем нужна мера. А в экономике баланс интересов и возможностей – вообще главная вещь. Если деньги станут слишком дешевыми, и их будет слишком много, а производство не сможет их переварить, тогда будет другая беда – инфляция. Деньги начнут просто превращаться в фантики. Но об этой истории, а также о том, какие инструменты, кроме банальных валютных интервенций на валютном рынке, может применять Центральный банк, чтобы удержать рубль от падения, я расскажу в следующий раз. На сегодня это все. Всего вам хорошего. И помните, нельзя гоняться за деньгами. Нужно идти им навстречу. Продолжение следует...